Друзья, торжественно сообщаю, что уже совсем скоро, 27 марта, во Всемирный День Театра, состоится вручение премии Эстонского Союза Театральных Деятелей. В этом году награждение победителей пройдет в недавно отреставрированном Театре Угола в Виллинде. Среди номинантов есть и русскоязычные представители культуры, их четыре человека, и один из них находится у нас в студии. В номинации «Мужская роль второго плана» это Николай Бенслер за роль вандала в постановке «Изгнание» или «Хроника одного яблока», какое-то необычное название, кстати. И роль в спектакле «Я скорее станцую с тобой». Все спектакли играются в Эстонском Драматическом Театре. Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогой коллега. Скажешь, Павел, ты как попал в Эстонский Театр? Пришел и попал. Я приехал в Эстонию, когда вернулся после обучения в Москве, то меня пригласили в постановку «Сочинение «Носта зрелости» 2005». В 2006 году я его играл. И так я познакомился с Эстонским Театром. И время от времени вот зовут, приглашают. А языкового барьера нет у тебя? Ну, я очень быстро схватываю языки. И сейчас мне уже человеку, который знает почти пять языков, довольно сложно иметь языковой барьер. Хорошо. Акцент? Ну, акцент. Если бы я пытался играть без акцента, то это было бы не по-настоящему. То есть все-таки мой родной язык русский, поэтому акцент на эстонском языке у меня, конечно же, есть. В этом и есть изюминка, да, я так понимаю? Да. То, что ты говоришь именно с русским акцентом по-эстонски. Расскажи, пожалуйста, об этих спектаклях, потому что, честно говоря, русские зрители об этом ничего не знают. Я сразу поправлю, что я лучше танцую, с тобой играется не в эстидраме, он играется на «Ваба-лава». Это открытая площадка. И начну тогда с него. Это спектакль, это больше не спектакль, это перформанс. И перформанс, который имеет свою изюминку, огромную такую изюминку в том, что это ток-шоу, в котором есть два модератора. Это я и Мария Рислиль, вторая. То есть, ну, я русский, она эстонка. И у нас есть четыре человека, которые не являются актерами, у которых свои очень кардинальные, местами даже очень радикальные точки зрения. И мы не отказываем себе в том, чтобы спросить у них все абсолютно скандальные, нескандальные, каверзные политические вопросы, на которые эти люди совершенно честно отвечают. Они все время меняются? Нет, это четыре человека, которые постоянно у нас есть. И изюминка еще в том, что мы не можем играть часто, чтобы все эти вопросы, поскольку они рождаются в процессе, но чтобы людей тоже не травмировать. И оставлять у них свежесть этого восприятия, мы тоже не можем играть его часто. То есть сейчас у нас был довольно большой перерыв, несколько месяцев, и мы сейчас играем его снова. А тематика какая? Ну, естественно, что основная тема – это эстонцы и русские, но само название говорит само за себя, что в итоге-то приходить нужно к тому, что не нужно эти проблемы даже поднимать, потому что мы все живем в одной стране. Но именно каким образом, то есть и чтобы услышать то, как, скажем, мыслит 50-летний, довольно радикально мыслящий учитель из сельской школы, и как мыслит учительница старших классов, бывшая учительница старших классов русскоязычная в Таллине, и какие у них у обоих есть боли по этому поводу, это очень интересно. – Как тебя воспринимают эстонские люди? В том смысле, что ты русский человек все же? – Эстонский коллектив, да. – Да. – Оно дразнит тебя? – Да, а я их дразню. – Иголки сыпят в обувь? – Нет, клей, да. Клей был. Но тоже ради прикола, по-другому не скажу. – Но тяжело работать в эстонском коллективе или нет? – Нет, нет, не тяжело. Я бы сказал, там даже легче отчасти работать, потому что эстонский менталитет и дисциплина эстонского театра, она подразумевает то, что никакие дрязги, ничего это, на людях ничего это не обсуждается. То есть это очень легко, даже если что есть, то оно где-то там глубоко может быть в сердце и решается, может быть, на уровне руководства. То есть люди друг с другом никогда не ругаются. Я, по крайней мере, этого не видел, и тьфу-тьфу-тьфу, я этого видеть не хочу. – То есть никаких интриг и серпентария, понимаешь? – То есть тебе есть чем сравнить, да, например, вот с тем же русским театром, да, там все как-то по-другому, да? – Ну, это, наверное, это специфика русского театра, да, что, конечно, за сценой, то есть что, в принципе, не должно волновать зрителя. Ну, да, там вот, как Аня-то сказала, что там серпентарий. – Ничего. – Менталитет очень сильно отличается, но вот, например, восприятие, я не знаю, там, эстонским актером какого-то одного и того же события и русским актером, да, в оценке, очень многие говорят о том, что оценка совершенно разная у русского артиста. Поясни, пожалуйста, поподробнее, в чем разница? – Ну, в том, что, наверное, просто, что я, как человек больше русский, реагирую на все очень так широко и открыто, да, вот, что у меня был случай, что я как-то на что, я не помню, на что я отреагировал, а молодая актриса, она прям испугалась, подумала, что я злюсь. Вот. А эстонцы, конечно, они более сдержаны, но если дело доходит до какой-то такой конкретной шутки, которую, там, мы за сценой обсуждаем перед выходом на площадку, то ржем все вместе в независимости от национальности. – Скажи, пожалуйста, а ты учился в Москве, система Станиславского, да, стара как мир, а в эстонском театре все по-другому или используются те же театральные навыки, приемы, основы? – Ну, конечно, там, и вообще, мне кажется, в наше время уже это вот слово «система Станиславского», да, стара как мир. – Уже ушла в прошлое? – Не то, что ушла в прошлое, я не хочу обижать в свою школу, потому что мою школу-то Станиславский, в принципе, я и основал вместе с Немировичем Данченко, школа-студия МХАТ, но сейчас уже настолько, то есть, все по-разному везде, что судить именно, то есть, ставить это как какой-то такой, как планшет нельзя, то есть… – Ну, это как некая азбука, да, то есть, это буквы, которые надо выучить, а потом складывать все как… – Ну, и каждый решает, будет он писать очень размашисто или же очень мелко, это уже для каждого свое. – А у тебя есть амбиции, хорошо, мечты поработать в Москве? – Нет, нет. – Простился с ними еще в 18, да? – В Москве очень хорошо быть студентом или туристом, но жить и тем более работать там актером в этой стране, в Москве, где более 300 театров на одну Москву, и если просто посчитать, есть 300 театров, когда я уезжал, там было 75 тысяч актеров, сейчас там более 140 тысяч актеров. – Ну, такая Москва велика. – Слушай, так они же приезжают со всей России в Москву играть, это понятно. – Причем каждый год, какой каждый год, каждый месяц. – Слушайте, друзья-коллеги, Андрей Звягинцев, сейчас уже признанный режиссер, который получил в Венеции награды и так далее, снял «Возвращение», но вы помните, вам не надо рассказывать, он же был известным актером в Красноярске, и вот, когда, значит, примерно в 36 лет он решил, что это не пределовое мечтание, он приехал в Москву. Первое время он работал дворником, он снимал малюсенькую комнату в квартире, работал дворником, и мне понравилось, он играл в сериалах, но его бархатистый низкий голос всегда кто-то озвучил, то есть он играл, а его еще для сериала потом кто-то озвучил. Вот с этого ему пришлось начинать. – Но если у человека ничего его не держит в его родном городе, и что он в 36 лет лишает корзинально поменяет свою жизнь и начает все с нуля, ради бога. Но я, признаюсь честно, у меня есть слабость, я заложник моря. – Любишь Таллин. – Да, то есть в Москве, когда я там даже бываю, то через несколько дней мне начинает быть плохо, потому что я не вижу моря. – Тебе нужно море. – Я-то надеюсь, что скажешь, жена, собака, квартира любимая, подушка самая, а ты говоришь, море. Вот актеры. – Смотри, как здорово, что все-таки тебя выдвинули на эту премию, но вдруг случается так, что ты не получишь. – Для меня это вообще самое неприятное. – Ты уже настроился? – Да. – И вдруг… – И фиг тебе, да? – Как ты относишься вообще к этим премиям? – Я скажу так, что для меня это была большая неожиданность, которую я совсем не ждал. В это время я был в отпуске в стране, где нет интернета, и мне писали, что с тобой случилось, мы тебя поздравляем, а ты не отвечаешь. И я, когда уже это перевалило уже там за 20-е или 20-е сообщение, я уже пишу, да господи, что же за премия, что делают мои друзья, они присылают мне ссылку. Ну вот, типа, открой ее, и, конечно, я же ее там открою. И когда я уже нашел там точку с интернетом, я открыл, я сказал, ого, прикольно. И я не вижу проблемы в том, что если я ее не получу. То есть номинация – это уже маленькая победа. – То есть ты как бы ничего не ждал, ни на что не рассчитывал, поэтому и не огорчишься особенно. – Да. – Очень мудро, по-моему. – И все-таки мы очень хотим, чтобы ты получил эту премию, и желаем тебе удачи. – Для нас для всех это будет победа. – Давай. – Вот так держим. – Вот такие держим кулаки. – Спасибо. – И, конечно же, надеемся, что как только премия будет получена, ты окажешься вновь в этом кресле. – Самых лучших ролей тебе. – Спасибо. – Спасибо. Продолжение следует...